Югра принимает участие во всероссийском марафоне донорства крови и костного мозга под названием «Давай вступай». До 10 ноября он проходит в 72 городах страны. Для ДНК-типирования нужно сдать от 2 до 4 мл крови. Из Нягани сюжет Евгении Самойловой. Антибиотиков месяц не было. Прививок в течение месяца не было. Осмотр у врача до сдачи крови процедура обязательная. На этот раз добровольцам вручают памятные подарки всероссийского марафона «Давай вступай». Подари надежду на жизнь. Стань донором костного мозга. Чтобы стать донором костного мозга, для начала нужно сдать кровь для ДНК-типирования. Процедура занимает пару минут. Процедура безболезненная. Все как обычно. Небольшой уколчик. И вы опять донор. Ну, другой. Артур Мухаметов уже год как донор крови. Теперь решил стать еще и донором костного мозга. Я непосредственно медработник. Врач-травматолог, ортопед. Хочу помочь людям. И непосредственно чем-то еще помочь помимо своей работы. В национальном регистре доноров костного мозга порядка 200 тысяч человек. Чаще откликаются женщины. Вот и в Нягань из 100 заявок практически все от них. У моего сына есть друг, который болеет раком. Он уже длительное время борется с этим недугом. Правда, у него рак головного мозга. Поэтому я решила помочь. В связи с тем, что у меня нет противопоказаний в сдаче крови, я решила стать донором костного мозга. Кровь хранится при минус 18 градусах. Контейнер подписан. Тепирование крови. Позже эти пробирки будут отправлены спецбортом в центр ДНК-тепирования. Всем участникам в личный кабинет на госуслугах придет уведомление о включении в регистр доноров костного мозга. Мы сотрудничаем с научно-исследовательским институтом города Киров. Мы набираем пробирку 4 мл крови от доноров, которые решили вступить в регистр доноров костного мозга. И потом отправляем эту пробирку в научно-исследовательский институт для типирования клеток и вступления уже в сам регистр. Трансплантация костного мозга зачастую становится последней надеждой для пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. А шанс совпадения по генотипу с незнакомцем 1 к 10 тысячам. Поэтому чем больше доноров, тем больше возможностей спасти кому-то жизнь. И не обязательно в дни всероссийского марафона. Для добрых дел не существует временных ограничений. Евгения Самойлова, Николай Чащин. Вести. Югория. Нягонь.